Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ответим на вопрос, который поступил на сайт библейского портала Экзегет. Запрет ругать Бога у православных – это ограничение личной свободы. Как быть? Интересный вопрос. Здесь важно понять одну вещь. То, что если человек осознает, что в духовной жизни есть некоторые законы, он понимает, что ограничение, которое Господь накладывает, это не ограничение, потому что мне так нравится, а это инструкция по применению человека. То есть у нас у любого сложного инструмента бывает инструкция. Человек – очень сложное существо, поэтому Господь говорит сюда, вот сюда ходи, сюда не ходи, потому что здесь будет плохо. И в книге Левит говорится, кто будет засловить Бога своего, тот понесет грех свой. Там, конечно, такая приятная приписка еще про то, что побить камнями нужно там дальше, но это как бы у нас, слава Богу, в Новом Завете неактуально. Так вот, что значит тот понесет грех свой? Грех, с точки зрения церкви, это травма, это повреждение, которое человек нанес сам себе. И поэтому Священное Писание говорит, кто будет засловить Бога, тот понесет свою травму от этого. Человек повреждается, потому что изначально он устроен для того, чтобы быть в связи с Богом и в хороших с Ним отношениях. И он получает счастье, когда прилипляется к Богу и получает от него духовную жизнь. Если человек делает противоположное, он повреждает себя, ну и, соответственно, ему будет не очень хорошо в духовной жизни. Но это его проблема, он ее понесет сам. Причем одну из грани этой проблемы, мы находим в Салтире в 13-м псалме, где говорится, там убоятся страха, где нет страха. То есть у человека начинаются психологические проблемы от того, что он ругает Бога, в том числе до развития фобий и разного рода вот этих боязней, которые возникают на ровном месте. Это ни в коем случае не запугивание, не попытка кому-то что-то запретить, а это просто констатация факта в Священном Писании. Но если очень сильно хочется поругаться, то ругаться надо не на Бога, а с Богом. Потому что мы читаем в книге Псалтирии неоднократно, как пророк Давид очень, скажем так, дерзновенно разговаривает с Богом. Например, 12-й псалом. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей и скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возносится надо мною, призри, услышь меня, Господи Боже мой». То есть и таких моментов в книге Псалтирии немало, когда пророк обращается к Богу с претензиями. Так вот, не надо бояться обращаться к Богу напрямую со своими претензиями. Господь понимает, что мы его дети, временами глупые, временами чего-то непонимающие, временами бунтующие. Поэтому если мы так обратимся к Богу со своим недоумением и с вопросами, это будет очень правильный ход с нашей стороны, потому что мы не кому-то там будем на нашего небесного Отца наговаривать, а мы к нему придем и начнем с ним выяснять отношения. И если отношения выяснять, то в идеале они могут и выясниться. Это очень хорошо. Но если кто-то ругает Бога, конечно, человек духовный относится к этому достаточно спокойно. Потому что если это делает человек несознательный, который не имеет с Богом никаких отношений, который не понимает, что происходит, то, ну да, он вредит себе, но Богу никакого от этого вреда не будет. И вот такое спокойное отношение к такой ругании на Бога есть как раз в 13-м псалме, который был написан еще больше трех тысяч лет назад, когда пророк Давид говорит, сказал безумный, в сердце своем нет Бога. Ну, не хочет человек признавать Бога. Это его выбор. Хочет его ругать – это тоже его выбор. Он понесет последствия этого греха. Поэтому никто не ограничивает личную свободу человека, но важно понимать, какая свобода приносит мне пользу, а какая наносит мне повреждение. Продолжение следует...